Заключённый Кудряшов по вашему вызову явился. Здравствуйте, Кудряшов. Садитесь. Благодарю, гражданин майор. Вот уж я никак не думал, что снова свидимся. Я приехал допросить вас как свидетеля. Речь пойдёт о том ювелире, у которого вы покупали разные дорогостоящие штучки. Золото, бриллианты. Ха! Смешно. Началась переоценка ценностей. Вы знаете, Павел Павлович, когда вот идёшь утром на работу по морозцу, бриллианты эти, они как-то до лампочки. Кольсоны бы тёплые. Знаете, бывают такие, с ворсом. Да. Поверите, Павел Павлович, ни одна лапочка добра не помнит. Сигареты-то не пришлёт. Вот, пожалуйста, курите. Благодарю. Я возьму две. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, а дождём. Да, а прежде всё, Мальбора курили. Нашли, что вспомнить? Всего-то год прошел. Давно ли? Тут год за пять, кажется. Как подумаешь, что еще одиннадцать этих календарей? Жить страшно. Ну, о том ювелире. Вы тогда дали ложные показания, и все, как-то руки не доходили заняться. Вы за этим только приехали? Ну, в нашем хозяйстве ничто даром не пропадет. Так поговорим? Че говорить? Пишите. Работает в Столешниковом переулке. Звать Боря Миркин. Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет, Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, Мы поможем, мы все время на посту. Ну, а если вдруг кому-нибудь из нас Тоже станет туго, Что ж друг друга выручали мы не раз, И не раз согрела нас в тяжелый час Сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, Что работаем почти без выходных, Что разлуки нескончаемы порой, Встречи ненадолго, Только снова поднимает нас зарей, И уводит за собой незримый бой. Наши чувства долгом. Субтитры создавал DimaTorzok Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет, Значит, с ними нам вести незримый бой, И так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой, И так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Разрешите попрощаться? Да, только без лишних слов. Ну что ж, милые соседи, не поминайте Миркина лихом, носите передачи. Иди уж, не потевал. Борис, вы такой легкомысленный человек. По-моему, вы просто не понимаете всей серьезности положения. Успокойтесь, Антонина Валерьяновна. Миркин все понимает. И Миркин не подонок. Настя, Сережа. Привет. Когда возникнут какие-нибудь вопросы, я пришлю повестки. Скажите, он хоть никого не убил? Я теперь буду так бояться. Ну зачем же бояться? Он просто спекулировал золотыми изделиями. Ай-яй-яй, как это прискорбно слышать. Понятых прошу расписаться. Вот здесь. Печать нарушать запрещается. А ключи я сдам под расписку в ЖИК. Если кто-нибудь будет настойчиво интересоваться Миркиным, не откажите в любезности позвонить. Первый мой, второй секретаря. Все непременно. До свидания. До свидания. До свидания. Бедный Борис. Сам виноват. Так что ж, Антонина Леонидовна, идите теперь в магазин, а нет. Да. Конечно, Настя, иди, иди. Жизнь, как говорится, продолжается. Значит, да, прежде всего запомни, к Елисееву. Вызовешь Александра Ивановича, он обещал какой-нибудь рыбки оставить вкусненькой, слышишь. Потом, значит, к Филиппову возьмешь пять французских булочек, если достанется калачи. Нет, я знаю. Еще сыр-то, чай-то, и масло надо. Ну, хорошо, возьми Рокфор, только немного. И фунт сливочного, да, еще бутылочку прованского. Ну, в общем, с провизией все. Теперь остается гомеопатическая аптека. Вот лучше всего поезжай на Моросейку. Ну, я не знаю, какая. Деньги на рояле, Настя, слышишь? Мда. Антонина влюбилась. Ой. Не трогайте. Да нет, я не трогаю. Ну, что вы скажете, Серж? Спекулировать золотыми изделиями. Вот на моей памяти спекулировали. Керосином, потом спичками, потом муфактурой, тюлем, а потом автомобилями. Холодильниками. А теперь уже золотом. Скажите, это есть так называемый прогресс? Говорил я ему, не лезь ты в эту золотоскупку. Торговал себе газетами, читал журнальчики. Был умнее всех. Да, стал умнее, захотел быть богаче. Порочный круг. Если по правде, гражданин следователь, так за доброту сижу, ток мой единственный. Да, ну. Скажете, нет? Ну вот, я вам на конкретном примере. Брошку вы у меня отобрали. Шесть лепестков посредине жемчужинка. Ну вот, это брошечка. Приносит ее жалостливая старушка одной ногой в могиле. А брошечка-то ажурная, много ли она потянет? Кладу на весы, говорю цену. Старушка расстраивается. Я говорю, платим, как за золотой лом. А как уж, говорит, работа. А жемчужина? А на работу, говорю, у нас пресс-куранта нет. А жемчужина ваша больно старинная. Жемчуг, гражданин следователь, он стареет, мутится. Слыхали? Слыхал. Ну вот, старушка расстраивается. Свадебный, говорит, подарок. Я говорю, ну, ежели жалко, бабусь. Так не продавайте вовсе. Какой вам резон продавать? Нет, говорит. Хочу внуку велосипед купить. И чтоб непременно с мотором. Чтобы ехал и трещал. Ну, разве не трогательно, гражданин следователь? Чтобы непременно с мотором. Это ведь трогательно. Ну, трогательно. Ну, вот в чем и ссорь. Заплатите, говорит мне, голубчик, побольше. А как же я ей побольше заплачу? От государства-то я не могу. Разве что от себя. Ну, и дал ей, чтоб на велосипед хватило. Единственное сострадание к старушке. Вопреки, так сказать, законам коммерции. Если бы вы не были уверены, что продадите брошку дороже, вы бы за нее Миркины рубля не дали. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. А я человек сентиментальный. Ну, ну. Кассир участвовал в ваших операциях? Нет, не боже мой. Деньги из рук в руки, весь сказ. А кому сбывали приобретенные вещи? Да вы же знаете. Значит, подтверждаете показания работников ресторана «Ангара», Кудряшова и Маслова о том, что неоднократно продавали им ценности. Ну, подтверждаю, куда же деваться-то. Так, еще покупатели были? Да, в общем-то, нет. А в частности? Ну, в частности, кое-кто теперь не помнит. Между нами, Миркин. Когда у обвиняемого слабая память, это производит неприятные впечатления. Не хочется впутывать людей, гражданин следует. Они как-никак свои кровные платили. А вы отберете у них все эти колечки как вещественные доказательства. А с кем вы должны встретиться через 35 минут? Ни с кем. Неправда. На вашем календаре помечено субботы 15.10 под часами. Так с кем? Напрягите память. А, это... С одной прелестной особой женского пола. Можете ее назвать? Наташа. Фамилия? Ей-богу, не знаю. Встретились в метро три дня назад. Познакомились, назначили. А вы вот нам сорвали свидание. Ну, кто-нибудь из наших товарищей может подъехать и предупредить. Скажите, куда? Хотите познакомиться с хорошенькой девушкой? Ну, нет, не выйдет. Раз уж она мне не досталась, пусть и вам не достанется. Ну, а если оставить в стороне хорошеньких девушек, с кем намечалась встреча? У меня, по-моему, дикция плохая. Не могу объяснить. Намечалась встреча с Наташей, жгучей брюнеткой, 26 лет, зеленые глаза и все прочее. Посерьезнее, Миркин. Ведите себя подобающей ситуацией. Шутка украшает жизнь, гражданин следователь. Вы не читали сборника «Музыканты шутят». Так вот, однажды к композитору Верги пришел... Оглянитесь, Миркин. Вы видите, где вы находитесь? Ну, вижу. Ну, что ж думаете, вас посадили сюда, чтобы анекдоты мне рассказывать? Я как-то читал в газетах положение о предварительном заключении. Так, насколько помню, юмор не воспрещался. Ну, чем больше вы изображаете веселье, тем сильнее я подозреваю, что есть что-то, о чем вам не хочется говорить. А может, даже страшно. Гражданин следователь, давайте не будем трепать друг другу нервы, всякие неопределенные угрозы и все прочее. Зацепили вы меня случайно, тряхнули этого надутого дурака из ангары, он и накапал. А больше у вас ничего нет, и за мной ничего нет, не о чем и толковать. Если хотите о погоде, о жизни, о литературе, пожалуйста. Хотите потолковать за жизнь? Тоже неудобная для вас тема. Три года вы торговали в газетном киоске возле столешнику, потом вдруг стали приемщиком в пункте скупки золота у населения. Как это вдруг переквалифицировались? Не трудно было? Ну, если я здесь, рассуждая логически, стало быть, было трудно. Не справился, не оправдал доверие. Чьего? Я полагаю, вы знакомы с основами философии? Так вот. Ученые считают, что всякая истина относительно. Другими словами, ничего до конца узнать нельзя. Что-нибудь да остается темным. Советуйте не идти до конца, что ли? Оставить темные пятна? А кто его знает, что там в темноте сидит? Я вот никогда не интересовался. Видите, даже здесь веселый. И сплю отлично. Так кто же останется в темноте? А? Миркин? Товарищи Миркина, пожалуйста. Что? Товарищи Миркина прошел. Как арестовали? За что? Представьте себе за спекуляцию с золотыми изделиями. Да. Обыск был. И я присутствовала в качестве понятой. А что взяли? Что взяли? Унесли полдюжный побрякушек, пачку денег и какие-то весы. Что вы? О да, конечно, Миркина очень жалко. Следователь просил, чтобы знакомые гражданина Миркина звонили и оставил свой телефон. Не хотите ли записать номерочек? Хорошо, давайте номер. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это я, чисто делал. Нужно срочно потолковать. Не, не. Лажа. Сейчас приеду. Ну что, лажа, весь точнее. В общем, не могу я сегодня товар взять. Ты что, меня из Магадана вызвал шутки шутить? А чтоб я сдох. Ну, человек, на которого я работал, сгорел. Так. А что, ты тоже дымишься? Да не в жизни. Им до меня надо копаться. Другого купца найди. А где его в раз ищешь? Недели две-три. Так у меня командировка на четыре дня. За четыре дня это безнаделга. Понимаешь, шкура, что ты наделал? Ты же меня вызвал, я приехал, я же не пустой. Во мне два кило. Что же я, как беременная сука, буду таскаться по городу, что ли? Нет, ты возьми, рассчитайся. А дальше не моя забота. Да если бы я мог. Я на свои деньги никогда не работаю. У меня таких башлей в помине нету. Так найди. Найди. А где? Давить вас мало, давить. Ну, я ей-богу, я не виноват. Он сделал заказ, я вам передал. Вот такая лажа. Если бы были в своей башле, тогда ж я... Ты что, лажа, башля? Ты что, лабух, что ли? Да нет, так на барабане немного стучу. Где? Ну, ребята знакомые зовут иногда под халтуре, там, на похоронах. Лабать жбурико называется. Коммерсант столичный, да? Золотом торгуешь, еще стучишь немного, да? Ну, то бизнес, а это так, на бутылку, вроде. Это купец твой, он на чем доигрался? На трубе, на кларнете? Чего смеешься, падаль? Чего ты смеешься? Люди мне дело доверили, ты понимаешь? Им твоя лажа пустой звук. Я должен приехать и деньги на бочку. А иначе или под трактор, или в прорубь. Вот какие у меня тылы. Спасибо. Пожалуйста. Мне здесь заняты. Что? Заняты, говори. А, так я не собирался садиться. Говори, кто погорел, на чем погорел досконально? Ну, вроде, мужик был верный, надежный. И вот взяли за спекуляцию золотыми вещами. Почему за спекуляцию? А он в золотоскубке оценщиков работал. Вот там и влетел. Как узнал? Ну, жду его сегодня утром. Как договорились, в условленном месте нету. Ну, подождал пять минут, у нас уговор больше нельзя. Взял такси, отъехал, звоню из автомата домой. Ну, а соседка мне и рассказывает. Она тебя знает? Нет, не в жизнь. Ну, просто старухе делать нечего, вот и треплется. А что взяли при обыске, известно? Ну, там, побрякушки, деньги, не знаю сколько. Какие-то весы. Весы? А что весы-то? Вот паразит. Чего весы-то? Продаст тебя твой этот крепкий мужик, вот что. Это почему же? Почему? Сделают анализ, выяснят, что он взвешивал. Только готовые вещи или песок тоже. Дошло? Вы что, вы серьезно? Про анализ. Да, серьезно. Вот у нас был показательный процесс. Один вахлак из старателей, только попался с весами. Нет, припугнут статьей. Припугнут, и он продаст тебя. Не станет он свою голову на плаху класть ради тебя. Все. А что он мне может сделать-то? Это я про него все знаю, а он про меня вол. Как связь держали, рассказывай. Ну, виделись только при деле. На улице в трех уговоренных местах по очереди. Он мне нужен, я ему звоню либо домой, либо на работу. Я ему нужен, он пишет на главпочтам для востребования. Значит, фамилию твою знал? А я Сергеев Петр Иванович. У нас в Москве таких тысячи, или, может быть, две. Пойди, сыщи. Да и внешность у меня обыкновенная. Общие знакомые были? Нет. Кто же вас свел? Кто свел, тот, слава богу, помер. Дома у купца был? А на работе? Ты хитрый, да? А чего? Ну, есть такой хитрый. Ну, тебе задачка. Вот я в Магадане, ты в Москве. Как меня сыщешь? Обыкновенно отобью телеграмму до востребования Ковалева для Дивы. А если нельзя телеграмму? А приехать можно? Можно. Милости просим, хоть на два месяца. Ну, тогда зайду в справочное бюро, узнаю, где живет Ковалев. Ну, а если в Магадане, их пять. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Тогда буду нюхать, от какого Ковалева чем пахнет. Поспрашаю, у кого есть, мол, такой приятель Дима. Обрисую ваши годы, внешность. На интеллигентной, мол, работе. Раеву любит ловить. В столицу часто летает. Девочек на аэродроме пощупаю. За два месяца надежда есть. Хитрый. Ну, этот твой, этот купец, как его? Меркин. Вот Меркин, он что, дурак? Почему дурак? Почему думаешь, он тебя не найдет, если ОБХС ему очень поможет? Или ты вот хитрее всех, да? А вы что, думаете, могут найти? Могут и найти. А что делать? Страховка нужна. Страховка. Нужно, чтобы этот Меркин пошел за спекуляцию. Тогда ему нет смысла никого загладывать. Понимаешь? А пока мы все вот этими весами, как веревкой, связаны. Да, дела. Значит, взяли вчера вечером, да? Ну, что же, надо действовать. А? Надо действовать. Возьми. А ты учти, ты продашь меня, ты же, труп. О, да. Никакой Склифосовской тебя БФом не склеит. Ха-ха-ха. А ты куда? Нам сюда. А, да. Алло, справочная. Скажите, пожалуйста, как мне позвонить на Петровку 38? Ну, давайте прием. Давайте. Так, записываю. Спасибо. Спасибо. Алло, приемная. Здравствуйте. Вас беспокоит капитан Чистоделов из Подольска. Да. Скажите, пожалуйста, как мне позвонить в отдел экспертизы? Что? Что за интел? А, да, да, да. Да, да, да. Да. Ну? Так. Ага. 42. Спасибо. 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 Алло, это НТО. Здравствуйте. С кем я говорю? С секретарем. Очень приятно. Вас беспокоят из золотоскупки. Да. Вы знаете, у нас забрали весы по делу Миркина. И вот следователь Знаменский велел еще разновески принести. Так вот, с кем мне связаться? Ага, сейчас. Сейчас я запишу. Сейчас. Сейчас. Как? Кибрид. Это что, фамилия такая? А, ну что, хорошая фамилия. Да, скажите, как имя, отчество? Так, Синаида Яновна. Значит, те весы изъяты дома у Миркина, а это на его рабочем месте. Рабочими больше никто не пользовался? Никто. За каждым оценщиком закреплены свои весы. Да, не забудьте протоколы изъятия. Они мне пригодятся. Мне надо бы записать их в акте. Да, где-то были протоколы. Из газетных киоскеров ювелиры. Пикантная биография. Бывает похлеще. Я знаю одного чистильщика, который подался в ювелиры. Протеха. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Павлович. Здравствуйте, Павел Павлович. Вот протокол. Спасибо. Но что самое интересное, курс он закончил до того, как стал торговать газетами. Так. Ясно. А мне нет. Да ведь киоск находился не где-нибудь, а в Столешниково. Очень удобно завязать связи со спекулянтами возле скупки. Разумеешь? Несет старушка колечко продать. Они перехватывают. Платят чуть дороже и тащат Миркину. А у того наверняка снабжались зубные врачи. Знаешь, которые могут короночку из своего золота. Значит, оброс клиентурой и двинул на государственную службу. Я думаю, что как раз туда он и не стремился. Но мы очень сильно почистили около скупок. Спекулянты разбежались кто куда. И Миркину пришлось идти напрямую за прилавок. Благо, руку к тому времени он уже набил. Да, похоже. Больше ничего? Пока ничего. Вот разрабатывай план компании. Посмотрели. Ой, опаздываем. Куда? Да, сестра сегодня дежурит ночью в госпитале. Понимаешь, я обещала сережку накормить и загнать в постель. Рабочие везли. Я проверяю на точность, да? Да, вдруг обвешиваем. А изъятые дома на присутствии золота? И кремния, Зиночка. Ах, вот даже как. Ты думаешь, что... Да. Уж очень он боится, что мы займемся его связями. Но это естественно. Он боится, что выплывут новые покупатели? Да нет. Он сильнее боится. Держите справочку. Гибрид Зинаида Яновна. Старушка справочник сказала редкой фамилии. Обычно мы не даем адреса без места и года рождения. А тут на ваше счастье. Это она верно сказала. На наше счастье. Ну что ж, сразу поеду. Я с вами? Обязательно. Пригодишься. Может быть, покушаем сначала? Мандраж, да? Нет. Ну, как-то рискованно смену наружу. Ты знаешь, вот ты дурак. Петлю надо рвать, пока не задушила. Кто у нас пойдет сейчас гулять? Рики. Рики пойдет гулять. Сейчас собака пойдет гулять. Сейчас, сейчас. Видишь, Сережа уже одевается. Сейчас пойдешь. Да, кстати, надолго не исчезайте. Надо ужинать и спать. Понятно? Между прочим, тетя Зина, я бы сегодня мог лечь и попозже. Конечно, если ты маме не скажешь. Но-но. Ты меня не развращай. Я женщина честных правил. 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 Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Я вот хозяйку поджидаю. Простите, дверь была открыта, и я позволил себе войти. Вы, наверное, ошиблись с дверью. Нет, ну почему? У меня адресок есть. Потом мальчик мне подтвердил, что здесь именно проживает Зинаида Яновна Гибрид. Очень приятно. Одну минутку, подождите. Ради Бога. Племянник ваш, милый малыш. Что такое? Может быть, воды? Черт. Собственно, что вы хотите? Сейчас. Мне как-то трудно сразу начать. Да, честно говоря, я-то ничего не хочу. Я пришел говорить об одном несчастном человеке. Это касается моей работы, и вы пришли ко мне как к экспертам. Ой, да, я бы хотел прийти к вам не как к экспертам. Я о делах дома не разговариваю. Милости прошу на Петровку. Понятно. Простите. Скажите, Зинаида Яновна, ну вот должна быть в мире справедливость. Справедливость? Увы, знаете, не всегда. Вот один человек страдает, а другой человек, его близкие, не страдают. Это же несправедливо. По-моему, в этом мире никто не должен страдать, правда? Чего вы хотите? Я объясню. Видите ли, по вашей вине может пострадать один человек. Если это случится, я боюсь, что пострадаете и вы. Ну, только не пытайтесь меня запугать. Что делать? Вы их прижимаете, они огрызаются, как говорят писатели, борьба миров. Вы очень рискуете. Когда до вас доберутся, то... Нет, я ни при чем. И вообще, меня здесь нет. Понимаете, я сейчас сижу за столом со своими друзьями, произношу красивый тост и, главное, ни на одну минуту не отлучаюсь. Железное алиби. Ну, что делать? Понятно. Ну, что же, считайте, что ваша миссия не удалась. Прошу вас. Вы же отчет. Вы же отчет. Правда, у меня есть обоюдно интересный разговор. Я не буду с вами разговаривать. Нам необходимо с вами поговорить. Просто необходимо. Откройте двери, немедленно убирайтесь. Тише, тише. Ну, что такое? Вот упрямство. Ну, заходите, чтобы что-нибудь случилось с Сережей. Правда? Такой милый мальчик. Я понимаю, племянник это несколько осложняет дело. Хороший парень. Жалко просто. А вы на меня с кулаками. Вы же женщина хрупкая. Это комплимент. Кроме шуток, Зинаида Ивановна, я уверен, что мы с вами договоримся по-хорошему. Правда. Что же мы стоим в таком случае? Давайте сядьте. Прошу вас. Вы меня так напугали, что ноги не держат. Видите, столько волнений. Из-за чего? Мелочь же, мелочь. Какая мелочь? Пожалуйста, я объясню. Во время ареста у Миркина... Забрали весы. От вас требуется одно. Перед спектральным анализом тщательно притереть ваткой вот эти весы. Все. Вы поняли меня? Вполне. Какая вам разница, что будет написано в этой экспертизе? Ну, вам-то какая разница? Господи. И главное, никто ничего не узнал. Ну, вы по-своему, конечно, правы. Но ведь весы могут передать и другому эксперту. Но они же у вас. Да, мы хорошо информированы. Я отлично понимаю вас. Милая Зинаидевьяна, я понимаю вас. Гордостью, прочее такое. Трудно сразу согласиться. Ну, что делать? Ну, что делать? Нет иного выхода. Ни у вас, ни у нас. Или, или. Все, все, все. Я ухожу. Ухожу. Ну, мы договорились. Ну, чудесно. До свидания. До свидания. Да, Зинаида Яновна, я ведь должен забрать с собой вашего Сережу. Вы возьмете Сережку? Да, обязательно. Нет, собаку мы отпустим. А мальчика обязательно надо взять с собой. Что-то он задержался. Да, задержался. Что-то там разговорили с моим приятелем. Ну, все, до свидания. Погодите. Погодите. Это же невозможно. Давайте с вами поговорим спокойно. Ну, прошу вас. Или, или. Вы же не выслушали меня. Хотите говорить? Спасибо. Вы же не глупый человек. Должны понять. Возвратятся Сережины родители. Что я им скажу? Ну, что? Ну, что надо? Да, придумать чего-нибудь. Что? Что? Что я могу придумать? Вдруг исчез ребенок, и я буду молоть чушь. Кончится это тем, что я разревусь и расскажу правду. Сестра немедленно сообщит мужу. Ну, зачем это нужно? Мне или баб, чтобы еще кто-то знал? Зачем? Да. Вот что. Я на все согласна. Но Сережа должен остаться дома. Ну, как дома? Я же должен привести своим друзьям гарантии, как дома остаться. Я тоже должна иметь гарантии. Ну, мы вернем вам ребенка в целости и сократить. О чем вы говорите? Вы вернете ребенка, не опасаясь, что он потом начнет рассказывать обо всем. Нет, не верю. Нет, на таких условиях я не согласна, хоть их бить. Ну, ладно, хорошо. Давайте, предлагайте свой вариант, пожалуйста. Ну, вот видите, нет другого варианта. Это самый лучший, Зинаида Ильевна, поверьте. Ой, я забежал. Ну, мы договорились. Все, до свидания. Подождите. Есть вариант. Вот, вот акты экспертиз. Вот вещественные доказательства. Выносить все это с петрубки. Категорически запрещено. Гриф секретно. Если отсюда что-нибудь пропадет или попадет в чужие руки, все, мне крышка. Должностное преступление. А чего же вы их домой взяли? Видите, вот там не дописано, а здесь надо вычертить схему. Да, ну и что? Ну, у нас строгие сроки. Я в рабочее время пробегала по магазину, туфли искала. Ну, взяла домой доработать. Туфли искала, да? Ай-яй-яй. Забираю. Забираю как гарантию в знак нашей дружбы. Вы только учтите, этими бумагами вы племянника не прикроете. Ну, ничего, все. Все хорошо, хорошо. Только я вот что хочу вас попросить. Ради бога, только вы ничего не потеряете. Милая Зинаида Яновна, я очень аккуратный человек. Ну, приятно было с вами познакомиться. До свидания. До свидания. Да, Зинаида Яновна. Не надо бы мне рассказывать своим коллегам, ладно? Ну, что я, сама себе враг, что ли? Ну, только медленно вернемся. Обязательно, что вы, ну, зачем мне портить вам жизнь? А вдруг еще пригодится. Ну, мало ли, чем черт не шутит. Может быть, еще будем вспоминать, как оригинально мы с вами познакомимся. Да-да-да. Вы знаете, мне начинает понравиться. Ну, до свидания. До свидания. Да, а экспертиза когда будет готова? Через два дня. Ну, это два дня, как же? Раньше не могу. Ну, ладно. Я позвоню. Вот. Ну, позвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Павел Павлович, пожалуйста. Это я. Слушай, ты можешь немедленно приехать? Ага. Да, случилось. Если можешь, с Томиным. Слушай, когда вы приедете, то входите с Томиным поодиночке, и чтобы вас никто не видел, ни во дворе, ни в подъезде. Да нет, 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 ничего, жду, жду. Ну, что так долго? Ну, ладно, тетя Дима, не забралишься, ты сердишься. Постречался нам с Рикки большой любитель собак, ну, и потолковали мы с ним о разных породах. Интересный человек, понимаешь? А что за тип приходил? Да так, по делу. Пей, Реки, пей. Этот твой любитель собак, он такой маленький, толстый, да? Да что ты, тетя Зина, он не толстый, но уже пожилой, ему лет под сорок. Понятно. А, знаю, с рыжими усами, да? Да что ты, тетя Зина, ну какие у него могут быть рыжие усы? Он, у него такие темные волосы с проседью худощавый в таком светлом плаще. Понятно. Идем. Слава Богу, не пришлось парня за собой тащить. Куда бы мы с ним делись-то? Ну, куда-нибудь делись бы. Держи. Ну, что, что, что? Чего-то я промерз. Вот теперь заслужили. Пойдем и пропустим. Ну, вперед, чисто дел. Громче не могу. Этот мальчик спит в соседней комнате. Теперь приметы второго. Роста среднего. Волосы с проседью. Возраст около пятидесяти. Одет светлый плащ. Лицо в крупных морщинах. Да, я понимаю, что приметы неактивны. Все же надо попробовать объявить розыск. Что? Переключайте. Добрый вечер, товарищ комиссар. Слушаюсь. Да-да. Нет-нет, этим делом займусь я сам лично. Утром доложу. Желаю здравствуй, товарищ комиссар. На моей памяти такая наглость первый раз. Ну что, отошла немного? Уж очень все это неожиданно и мерзко. По мне куда спокойнее, если бы вы пока уехали. И ты, и Сережа. Да ну что ты, Павел, тогда ведь надо все объяснять. Сестра от страха с ума сойдет. В доме такое поднимется. Ну и потом парню каково это услышит. Да и вообще противно. Удрать и спасовать перед этой бандой. Главное, нельзя же их упустить. И не прощу себя никогда, если мы их упустим. Правильно, Динуля. Игра трудная, но стоит свечить. Саша, если бы грозили нам с тобой, ну это был бы подарок судьбы. Черт. Ну что, попробуем рискнуть? Да конечно же, Павел, надо справиться. Главное не сфальшивить, когда он позвонит. Ты скажи ему так. Я все сочиню сама. Да, но согласуешь с нами? Ну конечно. Зина, и главное, успокойся. Постарайся не бояться. А кто боится? Зиночка, кто боится? Я, конечно, думаешь нет? Зина Воля, ну почему такое недоверие к оперативному составу? Будут лучшие люди, будет техника. Мы обеспечим железное прикрытие тебе и Сережке. Уж если я боюсь как-нибудь не за себя, то попробую следить за Сережкой. Ну, чтобы Мур не уследил за одним мальчишкой. Зина, а тот акт, который ты ему передала, он не вызовет подозрений? Нет, по виду доподлинный акт. Зинуль, тебе ведь придется все равно обо всем происшедшем писать рапорт. И не забудь упомянуть о том, что в экспертизе никакого подлинного дела нет, что ты все это придумала нарочно, специально. Да, и объясни, зачем принесла домой. Ну, конечно, боже мой. У меня же завтра занятие с курсантами в милицейской школе. Это учебное пособие. Взяла домой, чтобы доработать. Зинуль, мы тебя выслушали как потерпевшим. Теперь хотелось бы поговорить как с экспертом. Кроме тех примет, что ты назвала, что еще можешь дать? Господи, забыла. Сейчас. Деночка, отпечатки есть? Да что ты, какие отпечатки? Аккуратные в перчаточках. Даже окурок с собой унес. Но кое-что все-таки есть. Слушай, надо разматывать и кончать это дело в пожарном порядке. Иначе она совсем изведет. Пад, спокойней. А где ее Шурин, Деверь, муж-сестры? Командировки. Вот. Что это? Единственное, что он не успел унести с собой. Запах. Вот это стул, на котором он сидел. Хм, знал бы он, что запах можно законсервировать и сохранить. Зина, а я вижу, ты не так уж и растерялась. Кстати, его надо будет переправить в наш холодильник. Может, пригодится природа. Слушайте, ну кто мог ему сказать, что экспертизу буду вести я и что весы у меня? Зиновь, ну любой мог сообщить, любой ничего не подозревает. Сведения же не секретные, вот и сболтнули. Нет, а все-таки, а? Зиночка, ну хорошо, ну допустим, тебе позвонят и спросят. А что Николай Петрович, его передали на экспертизу в бутыль с бензином? Ты скажешь, да, передали, ничего не подозревая, совершенно машина. Поинтересуешься, кто звонил? Так-то просто. Ну, Зина, ну не преувеличено. Тебе уже везде мерещится чуде не предательство. Зиночка, я тебе обещаю лично досконально все проверить и сообщить. Ну, положись на меня. Ладно. Павел, вы с токарем разматываете это дело с того конца от Миркина, а шантажиста поручите мне. Слушайте, походка. Походка, походка. А, пожалуй, ему приходится много топать по земле. Причем по неровной земле, не по асфальту. Шаг мягче, а стопа в последний момент становится осторожной. Хотя по речи и по манере держаться он горожанин. Правда, с образованием руки. Нет, физическим трудом он не занимается. Стоп! Слушайте. Он живет на севере. Другой цвет лица, другое солнце. Просил протереть весы. Если так, то, наверное, с приисков. Надо Токареву позвонить. Отнесу пакет. Паш, сережку не разводи. Извините, что так поздно. Мне бы Михаил Константинович. Я вижу, что вы коммерческой инфиденциальной беседы. Прошу. Старые люди, старые вещи. Не хотите ли кофе? Я скажу Насте. Нет, нет, спасибо. Это ни к чему. Прошу, вот садитесь. Садитесь, где вам уютнее. А я вот сюда, кресло. Когда-то оно очень мне шло. У вас в квартире два телефона? Да. Старая больная женщина пошли навстречу. Поставили параллельный аппарат. Простите, я должна принять лекарства. Гомеопатия. Вы верите в гомеопатию? Главное, чтобы верили вы. Без веры никакое лекарство не помогает. Ого, это верно вы изволили заметить. Вера, вера прежде всего. Так вот, гомеопатия помогает только тогда, когда ее принимаешь регулярно. В моем возрасте современные средства слишком радикальны. И поэтому нужно соблюдать осторожность. Мой покойный муж, он был певец. Он говорил, что курпинки могут не прийти пользы. Ну и не могут принести вреда. Я волклива, да? Волклива. Вы не отрицаете по вашему лицу ее. Ну, простительно, старая, одинокая женщина. Но, может быть, как раз именно это мое качество вам нужно? Позвольте быть с вами совершенно откровенным. Разумеется. Я постараюсь, как теперь говорят, оправдать ваше доверие. Скажите, пожалуйста, а что за человек был ваш сосед, Миркин? Это в каком смысле? Ну, вот хотя бы было заметно, что он живет непосредственно. Боже мой, в наше время так трудно понять, кто на что живет. Вот с точки зрения Миркина я тоже жила непосредственно. Настя говорит, что я мотовка, а в комиссионном, очевидно, считает, что тут у меня лувр. А я уверена, что я просто отказываю себя абсолютно во всем. Вы знаете, судите сами, ничего уже ценного не осталось. Все ушло в комиссионный. Вы знаете, мне придется продавать, простите, дачу. Мой третий муж меня оставил в даче в Тарасовке. Он был по медицинской части. Впрочем, это не важно. Вы знаете, нам с Настей так мало надо, но все-таки пенсия такая маленькая. Ну, а Миркин? Что Миркин? Миркин. Что Миркин? А, вы твердо, я ничего не могу сказать. Вы такой, знаешь, что он очень часто пил коньяк. Это ведь дорого, да? Насколько я понимаю, вы его знали с детства? О, конечно. Они поселились в нашей квартире, сейчас вам скажу точно. У меня хорошая память. Это было при моем втором муже. Да, он был по коммерческой части из очень известной в свое время московской схеме. Может быть, вы даже слышали, но это не важно. Так вот, Борис. Вы знаете, какая странная сейчас молодежь. Вот какие-то дикие привычки, никаких моральных условий. Конечно, простите, я имею в виду не вас. Ну, вот Борис, мать у него была, такая работящая женщина. Вы знаете, и такая безотказная об отце, ничего не могу сказать, отца, извините, не имелась. А мать вечно в хлопотах. И вы знаете, она такая была скромная, без всяких претензий. Подальше из старой платья она и рада. Скажите, а сколько лет было Борису, когда они здесь поселились? Сколько лет, сейчас скажу вам точно, девять. Девять лет, это я точно помню. Вы что, хотите знать, какой он был прежде? Ну так, в двух словах, чтобы понять его путь. Боже мой, так трудно понять путь. Вы знаете, он был очень послушный мальчик. И такой хорошенький. Трудно в это сейчас поверить, правда? Но такой очень худой. Настя, Настя, его вечно подкармливали на кухне. Я думаю, у него были блюсты. И он очень рано начал курить. Скажите, он тоже вам помогал по хозяйству? Ну, это нельзя назвать, конечно, помощью. Так, отдельные поручения, сбегай, принеси. Я не могу пожаловаться. Он был очень услушлив. Но вы понимаете, что ему с матерью это было как раз интереснее. И потом они были более в этом заинтересованы, при их нищете, чем я. А как потом складывались ваши отношения и вообще судьба Миркина? Увы, увы, я предостерегала его. Но вы видите сами, как это все печально кончилось. Да, а чего вы его предостерегали? Женщины. Женщины, девушки, без конца. А они здесь бывали? Ну, вы знаете, это случалось, конечно. Но нельзя сказать, чтобы это было так демонстративно. Он все-таки конфузился. Бывало, ничего не успеешь заметить. Вот так мелькнет, платит, и все. То есть вы хотите сказать, что ни одной из них вы не знали в лицо? Ну, что вы помилуете, я не стремилась к подобным знакомствам. Я предлагала Борису великолепную партию. Внучка моей подруги детства. Вы знаете, ее дед был потомственной, почетной из очень благородной семьи. Но почему это не важно? Скажите, пожалуйста, а ваш домработница сможет кого-нибудь из них описать? Как вас чувствуется все-таки эта детективная жука? Вы знаете, невольно вспоминает в памяти Порфирий Петрович. Вы читали преступление и наказание Федора Достоевского? И даже братья Карамазова. Ой, я бомблива, бомблива, да, простительно. Простительно, одинокой женщиной вдруг такой интересный сенсенечка. Настя. Настя, милая, скажи, из тех девиц, которые посещали Борису, ты помнишь, кому-нибудь отчетливо? Ну, слава богу, нет. Оно еще и вот вообще. Тех, если у брюка, волосы длинные, то ли парень, то ли девка. Скажите, а кто из мужчин захаживал к Миркину? Вы знаете, много. Их каких-то все. Верно, Настя? Мало. И ходили разные люди. И вы знаете, некоторые мне не очень нравились. Какие-то нетрезвые, обтрепанные. Но у многих был приличный вид, верно, Настя? Что мне деловало, что их разгляд какой у них был вид. Пойду на кухню, как бы молоко не сбегало. Вы знаете, она несколько грубовата. У нас 40 лет у меня. Да, так на чем мы остановились? Вы очень хотели рассказать о знакомых Миркинах. Да, знакомых. Вы знаете, я даже не знаю, что мне сказать. Я просто теряюсь. Ну, для начала вспомните тех, кто бывал чаще другими. Вы думаете, имейте в виду друзей Миркина, да? Так настоящих друзей у него не было. Это все какие-то случайные приятельницы, бутыльники. Вы знаете, конечно, ходило сюда очень много разных людей. И вот три месяца назад зачастил один юноша с окладистой бородой в темных очках. Как его звали? По сути, его звали не то Слава, не то Юра. Такая странная пошла мода среди нынешней молодежи. Простите, вы не находите борода? Вот я говорю, Петра Первого на вас нет, он бы вас живо всех обрил. Так вот, этого юношу я видела чаще других. Вы знаете, он приходил часто, но, знаете, он никогда не вытирал ноги. Мне кажется, что он... Простите, нужно принять лекарство. Вот мне кажется, что он... Значит, он не вытирал ноги, и вам кажется, что он... Вот такой он вызывал. У меня подозрение в это, заметьте для себя, это же ужасно, не вытирать ноги. А потом другой, вы знаете, приходил очень поздно тоже и всегда почему-то носил берет. Мне кажется, что он был плешивый. Ну, приходил он поздно. Недавно ему, по-моему, переехал трамвай. Вы знаете, кого переехал трамвай, можно не вспоминать. Да? Да. Ну, вы знаете, так у нас ничего не пойдет. Я же не могу перебирать в памяти всех посетителей. Борис, у меня просто здоровья не хватит. Вы мне скажите персонально, кто вас интересует. Я постараюсь рассказать все, что я смогу. Я к вам затем и пришел, чтобы вы рассказали все, что сможете. Простите, насколько я понимаю, вы арестовали Бориса за спекуляцию. Да. Да? Так вы обратились ко мне за помощью, чтобы выявить его сообщников. То есть, кто продолжает действовать? Ну, не совсем так. Нам просто очень важно узнать, как можно ближе Миркина и его окружение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, молодой человек. Простите, какое же имя число? Михаил Константинович. Вот я хочу сказать, Михаил Константинович, не лукавьте со мной, со старухой. Мне, конечно, очень прискорбно из-за того, что все это случилось с Борисом. Вы знаете, он был такой хороший мальчик, такой чувствительный. Я помню, я как-то подарила ему в день рождения канарейку. Она потом погибла от какой-то инфекции. Так вы знаете, он места себе не находил. Целую неделю ходил, как пришибленный из-за птички. Вы знаете, ему тогда исполнилось 13 лет. 13 лет. Я очень хорошо это помню. И вообще, знаете, Михаил Константинович, он любил всякую живность. А по-моему, что тут хорошего? Одна грязь от меня, правда же ведь? О, вы не троньте. Прошу вас. Это Стэн Вейн настоящий. Вы знаете, он быстро расстраивается. Да, простите. Да, так вот, о чем мы с вами говорили. Да. Вот я хочу сказать, что пускай те люди, которые погубили Бориса, получат свое. Я никогда не занималась доносами, но вам я готова помочь. Рад слышать. Нет, если вы не хотите быть со мной откровенным, почему же я должна доверять вам чужие люди? Вы меня просто неправильно поняли. Нет, Михаил Константинович, я очень хорошо вас поняла. В общем-то, все время старайтесь бить меня с толку. Вот вы мне покажите фотографию или опишите подробно, кто вас интересует. Ой, если я только видела, я сразу вспомню, потому что у меня отличная память. Ну, хорошо, я попробую. Скажите, не приходил такой мужчина лет сорока? Довольно крепкого телосложения, среднего роста. Знаете, такая крупная голова с крупными чертами лица, темные волосы, короткая стрижка. Такие прищуренные умные глаза. Нет, нет, не слышу. А не было вот такого человека лет сорока пяти, худощавый, с седоватыми волосами, знаете, такие морщинистые полосы? Нет. Знаете, мне очень жаль, но такие люди не приходили к Мирке. Нет. Простите. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а у вашего соседа этого были общие знакомые с Миркиным? Ой, это диаметральные люди. А когда можно его застать? А он ночью уехал. Сэрж, он сегодня утром уехал. Он вечно в скитании. Родиться некогда. А какая у него профессия? Он геолог. Странствует где-то очень далеко, не то на Ленина, не то на Алдане, ужасно. Почему? У него интересная профессия. Я уже замучил вас вопрос. Нет, мы так интересно с вами побеседовали. Михаил Хансилович, а не устроит ли вам засаду в нашей квартире? Вдруг вы кого-нибудь схватите? Это было бы так интересно. Спасибо, это ни к чему. О, гомеопатия моя. Простите. Все хорошее. Ну что, дети, в школу собирайтесь. Как там наш мальчик, не видать его? Ну, сейчас побежит, наверное, опаздывает. Слушай, а не зашкалимся мы здесь, а? Вот пуганые вы здесь столицы. Пуганые. Пуганые. Будешь пуганые. Загремишь, отбывать по строгому режиму за шлих. Не боишься, да? Черт, че же он не идет? Три минуты остались, донорог. Пятый га, ты не перепутал? Ну, пятый га, он сказал. Я тоже вроде смотрел на списание. Нравится, мне она. Ну, еще три минуты. Что-то не замечаю я, чтобы ты служил где-нибудь, а? Ты чего? На больничном? Где так болтаешься без определенки? Зачем? У меня все законно, да? Не доска на голову упала. На черепушке дырка обрызалась, да? Ой. Так что имею право на инвалидность. Инвалид ты наш. Герой наших скромных диндин, да? Смотри. Алло. Ты найдешь, Анна? Здрасте. Узнали? Ничего. Скажите, Зинаида Ивановна, а почему сегодня Сережа в школу не пошел? Мне очень неприятно, что так совпало. Вы можете подумать, что я его прячу. Да нет, что вы, ну, он, видимо, вчера простудился, температура подскочила. Вы можете позвонить домой и услышать, как он хрипит. Да, конечно, конечно, не тревожьтесь. Все, как мы договорились. Только вы учтите, у меня ведь железная связь с Миркиным. Да. Да, я все узнаю, что вы ему придерите. Ну, ладно, ладно, верю, 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 верю. Целую, целую. Надо поверить. Справочная, будьте любезны, номер телефона детской поликлиники, которая обслуживает Преображенский проезд. Будьте любезны. Записывай. Да не на стене, ты чего? Так. 2, 6, 8, 17, 0, 4. 17, 0, 4. Спасибо, спасибо. Так, двушку давай. Вернее, нет. Ну, вот. Вроде двушка. 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8, 17, 0, 4. 4. Алло, девушка, милая, это поликлиника, милая моя, у меня к вам просьба. Понимаете, мне вот лететь в командировку, жена позвонила на службу, сын заболел. Нет, мне бы узнать, был ли доктор и какой диагноз. Ради бога. Пожалуйста. Преображенский проезд, 16, 38. Квартира 38. Да, жду. Жду, жду. Так, был. Катар дыхательных путей. Ага. Ну, это не страшно. Ну, чудесно. Спасибо, девушка. Ну, вот лечу с легким сердцем. Спасибо. До свидания, милая. До свидания. Верло. Вот так. Слушай, а где вот этот Миркин проживал? Известно? Ну, это-то известно. А давай поедем туда. А чего мы там? Чего мы там? Товар сбывать надо? Надо. Может, там концы найдем. А? Поехали. Поехали. Привет. Здорово. Мне сказали, что Зинаида пошла к тебе. Сейчас обещала экспертизу принести. Подожди. Новостей нет? Нет. Хочу показать ей небольшую коллекцию уголовных типов. Кого ты нащупал? Больше для профилактики. Аркадий, если меня будут спрашивать, я у Павел Павловича. Угу. И еще передать ей правила жизни, которые установила для нее начальство, пока эта история не кончится. Возьмешь с нее подписку не ходить по краю тротуара? Приблизительно. Веселая жизнь. У кого? Разумеется, у тебя, Зинаида. Заметь, исключительно стараниями угроженств. Минутку. Павел Павлович, на весах изъятых у Миркина бесформно взвешивался золотой песок. Вот акт из программы. Так. Характерно. Значит, хищение с прииском. Скоро. Зиночка, здесь для тебя инструкции. Ой, буду под стеклянным колпаком. Помилуй, полная свобода, только соблюдением некоторых правил. Кстати, Сережка выводился сгулять собаку, не стоило бы с температурой. Ну, я же ему запретила. Ну, ты подумай, что за парень. Здравствуйте. 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 В полном составе? Теперь даже с запасным топ, капитан Токарев. Товарищи майоры, вы не могли мне еще вчера сказать, что, собственно, случилось с Зиной? Только сегодня вот прихожу и узнаю. Ну, и как тебе эта новость? Надо срочно принимать решительные меры. Миша, меры приняты. По-моему, даже слишком. Вот, полюбуйтесь. Зиночка, взгляни, пожалуйста, нет ли знакомых? Нет. Товарищи, это все несерьезно. Зина, вам немедленно надо уехать в какое-нибудь надежное место. Немедленно. Ну, тогда уж вместе с вами, Павел Павловичем и Шуриком. А потом туда подведут остальные сотрудники угрозыска, которые тоже боятся уголовников. Зина, я не понимаю. Чего, Миша? Я не понимаю, как вы можете вот так спокойно. Мы неспокойно, Миша, мы просто трезво оцениваем ситуацию. Тем более я сказала этому типу, что согласна. Когда? Кстати, он звонил сегодня утром, и я подтвердила наш уговор. Все нормально. Зина, кто, глядя на вас, подумает, что вы способны обманывать? Саша, не надо вот это. Ну, что ты в самом деле, Михаил Константинович? Ну, ладно, давайте прекратим этот разговор. Я согласна с планами Шурика, поскольку они почти разумны и достаточно. Кстати, дайте-ка, дайте-ка мои инструкции. Прочту еще раз, а то я половину уже забыла. Вот тебе еще более занимательное чтение. Паш, если я тебе понадоблюсь, я у себя. Хорошо. Тянули, ты идешь? Товарищи, а откуда этот подлец узнал, что существует такой эксперт-кибрид? Это Вероника сболтнула из МТО. Представляете, Зинуль? Это он Веронике позвонил, сказал, что из золотоскупки. Она его в простоте душевное выложила. Вот болта. Слушайте, а его связь с Миркиным, это возможно? Исключено. Единственно допустимый теоретический канал связи, это кто-то из сокамерников. Но я узнавал за последние несколько дней, никто из них свидание не получал и думаю, не получит. Нет. Пошли. Добрый день. Здравствуйте. Сидите, сидите. Хорошо, что я вас застал, Зинаида Яновна. Как настроение? Понемножку привыкаю к ситуации. Смели прическу для маскировки? Только из кокетства. Бравада перед лицом опасности. Вы знаете, у меня к вам будет несколько вопросов. Вы не могли бы ко мне зайти, когда освободитесь? Ну, если я здесь никому больше не нужна? Вы нам всегда нужны, Зинаида Яновна. С экспертизой все ясно? С экспертизой, да. Ну что ж, тогда прошу. Да-да-дам. Вокруг нашей Зинули сегодня ажиотаж. Прическу заметил. Обращаю ваше внимание, что Скопинович еще не женат. Саша, это совершенно никому не интересно. Это я пал палычу для предостережения. А что-то действительно... Товарищ, давайте о деле. Да, вполне согласен. Садись, Саша. Ты был у соседки, Мюркин? Да. Ты знаешь, не старуха, а конец света. Говорил очень много, но не сказал ничего. А между прочим, вот парень, белобрысый, помнишь, сосед? Он геолог. И часто бывает в местах приисков. И заметьте, сегодня утром он внезапно собрался и уехал. Вон тот подъезд, третий этаж, первая квартира направо. Хорошо. Закрой дверь. Через дворик. Так. Ну что? Первым пойдёшь ты. А если там засада? Ну и что? Ну ты представь, пойду я. Там засада, руки вверх у меня. Золото. А ты придёшь. Просто скромно. Здесь жил Боря Меркин. А зачем? Может быть лучше ЖЭК или МОЗГАЗ спросить, что... Ну вот ты подумай, вот там сидит милиция. Ты приходишь, ЖЭК. Ну какой ты ЖЭК? Ну как ты будешь выкручиваться-то? Ну хорошо, я спрошу Борю Меркина, а мне руки вверх. Ну радио сколько угодно. Ты же чистый, чистый, понимаешь? Ну я думаю, мы здесь будем кусать с ними. Запишите, запишите всё это. Так, здесь мы надо маслом пройти всё. Плохо, лучше всё обстоит. Да. И главное... Слушай, какая история. Ты познакомился с Меркиным в пивной. По пьяному делу надолжил тебе десятку. Ну ты решил вернуть десятку. Приходишь сегодня в пивную. Где Боря? А Борю взяли. Что? Ты взял адрес. Узнал, где он живёт. И пришёл отдать десятку матери или жене. Ты честный человек. Ясно? Ну вот видишь как. Да. Ну у него же ни жены, ни мамаши. Откуда? Откуда? Ты-то откуда знаешь? Ты же с ним познакомился. Где ты с ним познакомился? В пивной. Ой. Ну чилип я с вами, я не знаю. Как раньше было хорошо. Раз, раз. Товар, деньги, товар. А теперь получается какая-то индийская гробница. А что это такое? Кино было такое. Хорошее кино? Хорошее. Вот и у нас будет хорошее кино. Давай. Что? Так не пойдёт. Тогда порнос прибавьте. Ещё 2 процента. Ха-ха-ха. Хитрый. Вперёд! Вперед, чисто, девчонки. Бей барабан и главное, что не бойся. Все, пошел, пошел, пошел. Смелее, раз и пошел. Ну, а что еще, кроме соседа-геолога? Тут для наглядности я набросал схему. Это значит связи Миркиным. Это с кем он общался по работе. Здесь родня в Минске, причем давно уже отношения прерваны. Соседи по квартире. Это сослуживцы, собутыльники. А это с кем общался на улице. Там чистил обувь, лечил зубы. Ну, и вроде этого. А вот эти три клетчика я так для себя держу. Я еще их не заполнил. Капитально подходишь. Прямо кроссворд. Ну, и сколько же на твою схему нужно времени, Миш? Две недели. Три. Нам сейчас каждый день дорог. Павел Павлович, хорошо бы, чтобы Миркин заговорил. Да, не мешало бы. Ну, что ж. Надо сесть и подумать. У меня был с Миркиным один допрос. Ты его тоже видел, только на обыске. И тем не менее, попробуем прикинуть. Тянет Миркин на крупного дельца? По-моему, хлипковат. И взяли-то мы у него в общем ерунду. Вот и мне сдается, что хлипковат. Вряд ли он покупал золотой песок для себя. Скорее, промежуточное звено. Да, он вообще из породы приживал, вот по соседки нам рассказывали. Ну, настоящий деляга не пошел бы сам работать в скупку, то там еще ловчить перепродажи из-под полы. Где двадцатку, где тридцатку сорвет. Другой калибр. Так, значит, примем как рабочую гипотезу, что Миркин посредничал между приисковым варьем и здешними скупчиками. Купцами, как они говорят. Да. Теперь второе. Второе. От кого исходит шантаж? Ну, поскольку Миркин за решеткой, сам он организовать не мог. Да, остаются либо купцы, либо поставщики. Ну, на купцов не очень-то похоже. Они как пауки сидят тихонько, выскочил, ухватил и обратно в уголок. А здесь авантюризм, натиск. Да, по-моему, тоже приисковый. Там таких инициативных негодяев еще хватает. Сами не работают на приисках, а где-нибудь около, там парикмахер, фельдшер. Ну, и за бутылку водки там у слабого человека покупают грамм сто, скапливают килограммы. А кто-то у них находится на связи, как они говорят, возят шлиф на материк. Вот эти самые страшные. Просто ни папа, ни мама. Бешеные собаки. Да-да-да. Недором Дина говорил, это другой цвет лица. Северное солнце. Так, ну что ж, мне будет о чем сегодня поговорить с Миркиным. Кто тут? Откройте уголовный розыск. Откройте, откройте. Я с хозяйкой позову. Да. Антонина Валерьяновна! Опять щека. Открой. Здравствуйте. Прошу прощения, я из Мура. Мне нужно кое-что узнать о Миркине, которого мы арестовали. Ну, значит, это как-то неловко. Разумеется, все останется между нами. А если вы гарантируете секретность, тогда... Прошу. Старые люди, старые вещи. Понимаете, нас интересуют друзья и близкие знакомые Миркина. Вы, очевидно, часто бываете дома и знаете, кто к нему ходил, да? Присядьте, пожалуйста. Я думаю, разговор будет длинным. Покороче, покороче, я спешу. А вы не спешите, молодой человек. Спешка в вашем деле бывает неуместна. Обстоятельства. Ничего не поделаешь. Нам надо срочно узнать, с кем он был связан. Так, так. Откровенно говоря, я не ждала подобного визита. Но я вам рада. Очень приятно. Хорошо. Спасибо. Садитесь. Итак, какие у вас были отношения с Миркиным? Самые отличные. Четверсно. Он вырос у меня на глазах. Так, значит, вы знаете, кто к нему ходил, да? Его друзья какие были? Были ли среди них техники, зубные врачи? Так, насколько я догадываюсь, вас интересуют люди, покупавшие у Бориса золото. Да. А вы что, знаете их, да? Откровенно говоря, вы мне нравитесь. Внушаете доверие. Только для полной ясности, как ваша фамилия? Пархоменко. Пархоменко Сергей Сергеевич. Так, не будете ли вы так добры еще раз показать мне ваш служебный мандат? Вы знаете, мадам, это смешно. Я не хотел беспокоить вас, старую женщину, но если у вас мания бдительности, мы можем вас вызвать на Петровку и там поговорить, пожалуйста. Нельзя ли поближе, голубчик? Поближе. Пожалуйста. Так. Документик-то фальшивый. Вы понимаете, что вы меня оскорбляете при исполнении служебных обязанностей? Всем вы хороши. Только вы очень нервный. Впрочем, я легко могу вас проверить. Вы отнимаете у меня драгоценное время. Брось сейчас же трубку, усталая стерва! Такой игрушечки у вас нет? Зря. Бывает очень полезно. Брось сейчас же трубку. Брось сейчас же трубку. Брось сейчас же трубку. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Пархоменко Сергей Сергеевич. Не покажете ли вы мне еще раз ваш служебный мандат? Мадам, это смешно. Я не хотел вас беспокоить, старую женщину. Но если у вас мания бдительности, мы можем вас вызвать на Петровку и там поговорить. Пожалуйста. Не взяли поближе, голубчик. Пожалуйста. Документик-то фальшивый. Вы понимаете, что вы меня оскорбляете при исполнении служебных обязанностей? Всем хороши, только очень нервны. Впрочем, я легко могу вас всегда проверить. Вы отнимаете у меня драгоценное время. Брось сейчас же трубку, старая стерва! У вас такой игрушечки нет? Зря. Бывает очень полезно. Брось сейчас. Разрешите заводить? Давайте. Здрасте. Садитесь, Миркин. Стою, сижу. Хожу, сижу. Лежу, опять сижу. Прямо загадка для детей среднего школьного возраста. Нет, Миркин, шутить не будем. Рассуждать о жизни тоже. С этим покончено. А я-то думал, что у меня следователь, с которым можно обо всем по-человечески. Считайте, что у вас новый следователь. А что такое? Случилось что-нибудь? Многое, Миркин. Многое, что в корне меняет мое к вам отношение. Вот, простите, акт экспертизы. Ну, тут какая-то ошибка. И вообще, что можно обнаружить на совершенно чистых весах? Берут ватку, смоченную спиртом, тщательно протирают поверхности. Потом ватку сжигают и делают спектральный анализ золы. Доказательства бесспорные. А за песок это уже другая статья? Еще бы. Вот влетел. И ведь один раз только соблазнился, честное слово. Погодите. Видите подпись эксперта под актом? Ну? А теперь почитайте ее рапорт о происшедших накануне событиях. Боже мой, и что, с ней что-то случилось? Нет, жива, здорова. А мальчик? И мальчик цел. Слава богу. Конечно. И уж теперь мы постараемся ничего подобного не допустить. Но факт гнусного шантажа остается. Господи. А представьте, каково ей. Вы были к кому-нибудь сильно привязаны? Да, в общем-то, нет. А мать? Относительно. Если б не она, ну, тут сложная история. Ну что ж, вернемся к шантажу. Поверьте, я тут совершенно ни при чем. Клянусь вам. Как это ни при чем? А как понимать, ваше туманное предостережение, дескать, не трогайте того, что скрывается в темноте? Ну, болтовня, гражданин следователь. Дурацкая болтовня. Кто эти люди? Назовите их. Я их не знаю. То есть, как это не знаю? Они мои друзья или ваши? Ради кого они совершают свои потности? Ради тети, дяди? Нет, ради Бориса Семеновича Миркина. И вы их не знаете. Кстати, учтите, что этот шантаж в любом случае усугубляет и ваших людей. Ну, разве ж меня спросили, я бы им объяснил, что это безумие. Кто они? Ну, я же действительно... Сидите. Вам есть, что сказать, Миркин? Есть. Думаете, я не вижу? Гражданин следователь, ну, не наседайте на меня так. Надо же сообразить. Нет, не знаю я человека, который приходил к эксперту. Никогда в глаза его не видел. А другого? Который разговаривал с мальчиком? Ну, тут я могу предполагать, возможно, имел с ним дело. Но, честное слово, даже имени его не знаю. Только кличку. Чисто дел. Сядьте. Поговорим о деле. Миркин работал на меня. Я люблю отчаянных молодых людей. Потому что риск разнообразит жизнь. Не волнуйтесь, это гомеопатия. Верите в гомеопатию? Нет, я верю только в себя и в наличные деньги. Стало быть, и в меня тоже не верите? Я вам показал удостоверение, которое вы сочетли фальшивым. А вы мне пистолет. Разве это повод для обоюдного доверия? А может, вы еще считаете, что милиция взяла на прокат в музее вот эту игрушечку, обстановку и меня в передачу, чтобы вам перед арестом устроить розыгрыш? Ай-яй-яй. Такие умные глаза и такие глупые мысли. Убедили. Мадам, я у ваших ног. Сядьте поближе. Это все очень мило. Кстати, меня зовут Антонина Валерьевна. Очень приятно. А вас как величать, товарищ Пархоменко. Что в имени моем, как сказал поэт, по-моему, дело сказал. Зовите меня Володей. Володя Владимировна, я вас буду называть Вальдемар. Согласны? Ради было. Скажите, Вальдемар, вы прежде бывали у Бориса? Я вас что-то там не видела. Нет, нет, мы с ним совершенно не знакомы. Так. Значит, кто-то был между? Да, болтался один с дырявой головой. А вы не считаете, что эти цепочки длинные бывают очень опасны и всегда попадается в какое-нибудь слабое звено? Вы, конечно, правы. Но без посредников не обойдешься. Нас ведь с вами свел случай. Будем надеяться. Счастливый. Хотите, Коль? Хочу. Настя? Чистотдел. У него вы и покупали шлиф? Да, один раз на пробу. У случайного незнакомого человека. Согласитесь, поверить трудно. Много есть такого, гражданин следователь, во что трудно поверить. Я вон который день в тюрьме, а все не верится. Не будем отклоняться. Хорошо. Я вам постараюсь объяснить. В этом деле все конспирируются, но прямо как шпионы. Не от вас, конечно, это само собой, а друг от друга тоже. Товар идет из рук в руки, и в каждых руках остается свой порнос. Ну, доход, другими словами. Ну, это ясно. Ну, вот, допустим, если чистотдел что-нибудь мне продает, он ни за что не скажет, у кого взял. Потому что мы стыкнемся напрямую, и товар мимо него уплывет. А он, в свою очередь, тоже рад на моего купца выйти. Потому в этом деле каждый своего купца прячет и вообще вокруг себя напускает туман. Доверие от сих до сих, а дальше ни-ни. Ну, раз подобная секретность, тем более вы не доверились бы первому встречному. Кто его привел, рекомендовал? Один старичок. Кто такой? Теперь никто умер. Откуда он взял этого чистотдела, ума не приложу. И все-таки, что за старичок? Он до меня в киоске работал, ушел по старости, уступил мне точку в Столешниковом и клиентуру. Поверьте, я вам все как на духу. И больше ни одного общего знакомого? Никого. Полуправда, Миркин. Все это полуправда. Ну, клянусь. Не клянитесь. Как вы поддерживали контакт с чистоделом? Гражданин следователь, взгляните на дело с моей стороны. Вот сидим мы с вами здесь и разговоры разговариваем. Немножко поговорили, набежал новый эпизод. Вот еще посидим, уже другая статья. Да ведь назад пути нет, Борис Семенович. Раз заговорили, говорите до конца. Гражданин следователь, но у человека в моем положении тоже есть своя этика. У меня масса знакомых в Столешниковом. Так сказать, свой круг. Женщины все придут в суд. И что услышат? Как я буду выглядеть? Надо сохранять лицо. Много я подобных разговоров слышал. Окончается всегда одинаково. Не лицо вы пытаетесь сохранить, Миркин, а маску. Хорошо, хорошо. Вам и мне нравится, да? Нравится, нравится. Только как-то необычно. Потолки высокие. Четыре метра. Это во мне современные модерны. Да. Хорошо. Дом строил еще мой отец. Так. И когда-то вся семья занимала целый этаж. А с семнадцатого только эту квартиру. А потом нас еще уплотнили. Вы слышали это слово? Да, да, слышу. Да, вот и осталась одна комната. Последний бастион, который мы обороняем вдвоем с Настей. Иди, милая. А ей доверять можно? Абсолютно. Она из раскулаченых с великолепным происхождением. Понятно. Ее отец был денщиком у атамана Дутова. Понятно. Единственная родная душа. А то все на Ваганьковском. Да. Знаете, теперь туда не пробьешься. Теперь всунут в печку, как полено. Да. А у вас есть семья, родители? Никого. От прошлого один пепел. Бедный. Хотите еще кофе? Может, этого немножко. Спасибо. Хорошо. Хотите хорошую сигарету? Давайте хорошую сигарету. Американские. Спасибо. Скажите, Антония Валериянна, а давно вы по золоту? После смерти третьего мужа остались кое-какие знакомые. Вот я и балуюсь. Надо же чем-то заниматься на старости лет. Вы что, удивлены? Да, но все-таки возраст у вас обычно уже... А что ж по-вашему? Мне что ли, вязанин заниматься? Так вы полагаете? Да, это не по вашей части заметно. Вы позволите? Благодарю. Ах, жалко, поздно родился. С какой женщиной был бы знаком, а? Без листья, Эльдомар, без листья. Не буду, не буду. Да, что было, то прошло. Как давно, в последний раз, я была в Париже. Так как вы поддерживали контакт с Чистоделом? Хорошо, гражданин следователь. Я скажу. Но только пусть в деле ничего не будет, а? Ну, хоть дату другой поставьте. Будто вы его задержали, показали мне фото, и я раскололся. Так можно? Ну, не торгуйтесь, Борис Семенович. Сколько раз проклинал себя, что с ними связался. Ну, вот и развяжитесь, наконец. Ладно. Несколько раз писал я Чистоделу до востребования. Сергеев он, Петр Иванович. Почтовое отделение. Главпочтант. Ну, это почти на деревне дедушки. Где работает? По-моему, нигде. По-моему, пенсию получает. Сколько же ему лет? Около пятидесяти. Так, культурный уровень? Сероват. По-моему, регулярно зашибает. Родственников кого-нибудь поминал? Родственники. Родственники. Кажется, в Симферополе. Или в Одессе. Нет, это я не помню. Женат? Да вроде нет. Вид какой-то неухоженный. Так, что еще? Еще. Слушайте. Я однажды видел, как он папиросы покупал. Глядите, где? Миркин, Миркин. Вот здесь вот можно. Вот так старый арбат. Тут диетический. А здесь переулочек. Тут лавочка. Так. Он был в шлепанцах. Ну? Далеко человек от дома в шлепанцах не пойдет, верно? Хм. Так. Это уже кое-что. Ну, теперь уж все. Больше никаких концов. Ну-с. Приступим к делу. Да. Металл с собой? Со мной. Вы должны были привезти Борису 2 килограмма 300 грамм. 2 кг 300, как договорились. Давайте. Нет. Ширма. Ширма. Положение ваше, конечно, затруднительное. Но вы милый мальчик. И грех было бы наживаться на чужой беде. Рассчитаюсь с вами так, как платила Борису. Рассчитаюсь с вами так, как платила Борису. Без глупостей, Вальдемар, без глупостей. Ну что вы, Антонина Валерьевна. Я так, поразмяться немножко. Настя! Настя, побудь с нашим гостем, пока я приму металл. Ну что? Да. О, молодость! Цветая наивность! Миша, записываешь. Номер один, пока пусто. Номер два. Сергеев Петр Иванович. Предположительно, пенсионер. Миша, учитывая возраст по инвалидности. Так, живет где-то в районе Плотниково переулка. Одет неряшливо. Одет неряшливо. Курит беломор. Имеет родственников где-то на юге. Все. Все. Да, да, правильно. Немедленно свяжись с райсобесом. Если там еще кто-нибудь есть. Ну, если нет, попробуй раздобыть домашний телефон заведующего. Угу. Ну, удачи тебе. Все. Так. Гражданин следователь. Как вы думаете, найдут? Безусловно. Если сведения верны. Ну, вернемся к купле и продаже шлиха. Куда вы его сбывали? Ну, не все сразу, гражданин следователь. Не знаю, как вы, а из меня уж дух вон. Ну, это потому, что вы сопротивлялись, Борис Семенович. Бились до последней возможности. А вот просто и честно рассказать правду не так уж и трудно. Попробуйте. Да сколько у меня было шлиха-то? Взял 300 грамм. Ну, допустим. И куда дели? Сплавил по мелочам зубным техникам. Ну, вот видите, стоит заговорить и пойдет. Ну, да, вы сейчас начнете спрашивать, кто да как зовут, а я даже лица-то не помню. Опять вы крутитесь, Борис Семенович. Все сначала. Признаваться так признаваться, а то ни рыба, ни мясо. Вы думаете? А вам когда-нибудь приходилось признаваться? Нет уж, отпустите меня отдохнуть. Полежу на коечке, подумаю, а вот что-нибудь вспомню. Ну, теперь я налегке и побежал. До свидания. А вы не торопитесь, Вальдемар. Мне надо. Садитесь. Ну что, мадам, я опаздываю. Садитесь. А теперь расскажите мне, на чем вы, собственно говоря, современно выражаясь, погорели? Пока ни на чем. А знаете, почему я вас сразу раскусила? Почему? Потому что утром меня навестила милиция. Очень подробно описала вашу внешность. Имейте в виду, вас ищут. Вас и того, который якобы должен Борису 10 рублей. Не сказали, за что? Такие вещи полагается знать самому, мой дорогой. Да. Пора смываться. Это окно на улицу? На улицу. Как думаете, за домом не следят? Явных признаков нет. Сюда вы проскочили благополучно. Иначе они бы уже давно были здесь. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Настя! Здесь я. Посмотри, милая, вокруг нет ли шпиков. Это я, милая, мусор вынесу. А это справиться? Ах, молодой человек, мы с Настей прожили долгую жизнь. И то еще бывало. И пока справлялись. А вы не нервничайте. Если они здесь, вы уйдете, как Александр Федорович. А кто это такой? Да Керенский же, господи. Да, а как он ушел? В дамском платье. Пора знать родную историю. Так что у вас там стряслось? Да ерунда не стоит обсуждать. Нет уж, полное доверие. Раз вы сюда пришли, я должен знать все. Ну, вышел я на эксперт, чтобы молчал, иначе задушил любимого племянника. Какая кровожадность. Ну и что же? Ну что? Да, да, говорит, и сама побежала жаловаться. Нехорошо. А что вас столкнуло? Миркин взвешивал металл дома. А как же иначе? Ну, все, значит, на весах будет шлих. Ай-яй-яй. Что вы говорите? Да, есть такая экспертиза. Я хотел предотвратить. Да, это задумано неплохо, талантливо. Жаль, что это сорвалось. Я боюсь, что Борису сейчас придется туго. Впрочем, он довольно хитер. Скажите, а продать может? Меня нет. Я его воспитала как родного, вывела в люди. Он мне всем обязан. А вот вашего посредника его надо. Он ведь теперь никому не нужен. Только помеха. А? Понял. Потом и... Потом обидно спускать этой особе, которая делала экспертизу. Ну-ка, еще как обидно. Вот что, голубчик, вы запишите мне ее фамилию и адресок. Я на досуге развлекусь. Понял. Есть у меня адресок где-то. Сейчас. Вот, адресок. Чисто. Никого нет. Все, побежал. Поезжайте с Богом, Вальдемар. Со спокойной душой. Прошу вас. Нет, прошу вас. Пойдемте, Вальдемар. Прошу вас. В ночных приговоримся. Вы все-таки пройдите лесопокость и дворе. Ага, хорошо. А так все в порядке. Хорошо. Ну-ка. Ну, что ж, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Сегодняшний день навеки останется в моей памяти. Только я прошу вас, никогда не вспоминайте о нем, переработника милиции. Киевский РСОБЕС. Будьте добры, заведующий. А кто его замещает? Очень приятно. Вас беспокоит капитан Токарев из Управления внутренних дел. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, посмотрите там по своей картотеке, какие у вас есть Сергеевы в районе Старого Арбата. Причем получающие пенсию по инвалидности. Нет, нет, я подожду, подожду. Петра Ивановича есть? А помоложе? Секундочку, я запишу. Так, Староконюшиной 4, Калошин. Угу. Так. А кроме этих троих? Ясно. Ясно. У меня к вам еще одна просьба. Если я сейчас за вами заеду, и мы вместе с вами проедем, навестим этих ваших Сергеевых. Я очень прошу, у меня просто другого выхода нет. Спасибо. Значит, жалоб нет, товарищ Сергеев. Что вы, не беспокойтесь. Ни забыт, ни заброшен. Ребята с завода навещают. А месяца через три без этой штуки научусь скакать. У вас закурить не найдется? Не курящий. И не пьющий? Ну, только в пределах нормы. А нет. Желаем вам скорейшего выздоровления. Спасибо. Поправляйтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Простите, что так поздно. Мы из Райсобеса. Сергеев Петр Иванович здесь живет? Проходите. Ну, живет, это слишком громко сказано. Вообще бывает, существует. После пьянок отсыпается в таких пределах. Он инвалид, у него трудовая травма. Инвалид. Раз в жизни заставили поработать, конечно, надорвался с непривычки. А вообще-то у него синдром Тита. А? Синдром это сумма признаков определенной болезни? Вы медик? Точно. И при какой же болезни бывает этот самый синдром? А вот это, знаете, Тит, иди молотить, живот болит. Тит, иди кашу есть, а где моя большая ложка? Да, как-то вы неважно относитесь к нашему подопечному. А он дома? Нет, еще не приходил. Позвонил, велел, дверь не закрывает, сказал, что поздно вернется. И часто он бывает в загуле. Послушайте, я Сергееву просто соседка, но если человек получает пенсию, он ведь волен расходовать ее по своему усмотрению, разве не так? Да. А вы правда из райсабеса? Мы выборочно обследуем условия жизни. Впрочем, сдаюсь. Понятно. Я чем-нибудь могу помочь? Скажите, Сергеев курит? Да, курит, как паровоз. А не заметили, что? Заметила Беломор на кухне окурки. А скажите, у нее над верхней губой есть родинка? Да, есть. Тогда я остаюсь. Хорошо. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего. Передайте нашему машине, что я буду дожидаться Сергеева. Хорошо. Всего хорошего. Ну, узнал я адрес купца. Это секрет фирмы. И, главное, мужик, говорят, ничего. Просто берет товар с руками. А кто он? Да вот шустрый, да? Шустрый ты. Много будешь знать, состалишься скоро. Ну, ладно. Ладно, пойдем. Выпьем с тобой прощальный 300 грамм и разбежимся. Мне к купцу пора ехать. Ну, ничего. Хорошо же. Чего? Стало быть, меня побоку. Кто был чистой, я лучший друг. А теперь подзад коленом. Ну, что делать, милый? Что делать? Закон жизни. Связь закоротилась. Лишние руки. Кому нужно? А мой порно? Тише, тише. Ты что? Я тут с вами бегал одному страху, натерпелся. И что за спасибо? Приеду на место, чего-нибудь пришлю. Не кричи. Тише. Так я и поверил. Пришли на тебя. Тише. Мне некогда сейчас, понимаешь? У меня через два часа встреча. Вот так. Вот я и с вами. Получу свое с товара и тогда до свидания. Да спугнешь ты меня. Спугнешь купца. Я договорился, что буду один. Ничего, не спугну. Я в сторонке постою. Ну, вот, все в порядке. Ваш паспорт. Спасибо. До свидания. Счастливого пути. Спасибо. Раз. Спасибо. Да. Да. Только ты учти, я ведь в Расторгуево еду. Куда? В Расторгуево. Далеко это? Ну, вот видишь. Я с вами. Ну, куда? Ну, куда ты поедешь на ночь? Ну, куда ты поедешь? Ну, что с тобой поделаешь? Ну, что с тобой поделаешь? Ну, рад, ну, пожалею тебя. Пожалею. Невалидик ты наш. Доброе утро, Зиночка. А? Пал Палычу того же. Новостей никаких? Никаких. Слушай, а за что тебя вчера агитировал, Скопин? Инструктировал, как надежнее сберечь свою жизнь. Все словно сговорились. А что? Да нет ничего. Слушай, ну, а что у тебя? Что нового? Надеюсь, что все скоро кончится. Одного нашли, который разговаривал с Сережей о собаках. Взяли? Нет еще пока. Миша Токарев в засаде. Ой, скорее бы. Очень хорошо. А ты здесь. Привет. Доброе утро, Зиночка. Доброе утро, Зиночка. Не очень доброе. Вот что осталось от чистодела. Ой, несчастный. Черт. Сообщение пришло только что. Попал под поезд, что ли? Да, еще ночью. Но его отбросило в кусты, нашли утром. Судебно-медицинский эксперт считает, что его сунули под колеса уже мертвым. Так. Где это? Недалеко от платформы Расторгуева. Его доставили в Лефортовский морг. Ничего при нем не было, кроме пенсионной книжки. Расторгуева? А что его туда понесло до еще среди ночи? Ну, наверное, не просто так, Зиночка. Расторгуева. Это где-то недалеко от Домодедова. Да, если все это не случайность... Шантажист. Точно. Рубит концы? Да. Потому что чистодел был единственной нитью, которая вела нас от Миркина к приискам. Надо немедленно сообщить приметы в аэропорт. Уже сообщил, но еще лучше фотографию. Зинуля, извини-ка на эти портреты. Это он. Так я и чувствовал. А здесь? Откуда у тебя? Он был вчера вечером на квартире у Миркина. Мы с Нишей нашли местечко на рестнице. Поставили небольшую фотокамеру для порядка. Ну, а пленку можно менять только ночью. Сколько он пробыл там, неизвестно? Почему? Часа полтора сидел. Так. Это вот он на входе. Вот это на выходе. Ясно. Шурик, поезжай в аэропорт сам, а? Надежный. Я собирался, Зинуля. Я возьму машину с радиотелефоном, буду держать связь. Погоди. Там в Расторгуево они пробовали собаку. Собака след не взяла. Но ведь у нас же есть запах. Если шантажист был на месте убийства, то собака след по окружности где-нибудь возьмет. Зинуля, это голова. Конечно, времени прошло не так уж много. Привет. Павел Павлович, а что мог шантажист делать на квартире Мёркина? Ты помнишь, Зиночка, был такой мошенник по кличке Хирург? Ну? Так вот он говорил, если бы знать, что в прикупе лежит, можно было бы не работать. Дежурного УБХСС. Знаменский из следственного. Слушай, там для Токарева должны были одну справочку принести. Насчет одного геолога. Посмотри, пожалуйста. Нашел? Будь другом. Сообщи мне места его экспедиции. Так. Так. Все? Ну, спасибо. Так я и думал. Что? Никогда в районах приисков не был. Ну что ж, предпримем эксперимент. Антонина Валерьяновна, простите великодушно, что беспокою. Это следователь Знаменский. Я хотел узнать насчет Миркина. Никто не справлялся о нем? Не приходил? Так. Да, 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 да. Конечно, да, конечно. Друзья познаются в беде. Ну что ж, еще раз простите, спасибо. Говорит, никто не приходил? Да. Могли припугнуть, чтобы молчала, как и меня. Да. Очень хорошо. Очень хорошо, бегу. Проводник собаки требует мешок, а он в камере вещдоков. Будешь уходить, захлопни, Билл. Хорошо. Снова Знаменский. Слушай, немедленно свяжись с группой Токарева. Пусть они опечатают комнату чистодела и немедленно выезжают на квартиру Миркина. Миркина. Он знает. Да. Пусть там дождутся моего приезда и не спускают глаз с Праховой. Надеюсь, привести показания, которые позволят сделать у нее обыск. Все. Я в бутырку. Павел Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Зинаи Деянни пришла очень странная телеграмма. Хорошо, я передам. Петровка, 38, научно-технический отдел Кибридзе. Я никогда не забуду вас и ваших близких. Надеюсь, встретится. Чистодел никогда не поминал, откуда привозят шлих, из каких краев. Если есть что сказать, говорите, Борис Семенович, зачтется. Когда чистотел предложил мне шлих, я, чтобы сбить цену, говорю, наверное, примесей много. С ним работать трудно. А он говорит, нет, золото высокопробное, сусуманское. Что значит сусуманское? Не знаю, я ему виду не подал, но, честное слово, не знаю. Это, видимо, Настя. Здравствуйте. Старший следователь Знаменский. Там у вас наши сотрудники. Будьте добры, кого-нибудь к телефону. Сейчас. Да, Павел Павлович, токарь служит. С них сочетались отроды небесные, грешные чары земли. Сусуманское? Знаю. Это район Магаданской области. Летает через Хабаровск, а там местные линии на Берелёг. Позвони дежурному Помуру. Томин поехал в Домодедово, пусть его тоже сориентируют в географии. А как там себя чувствует Антонина Валерьяновна? Следовало ожидать. Да. Сейчас еду. Вы, случайно, не моей соседке звонили? Да, ей. Хотите узнать, почему там наши люди? Да, любопытно. Собираемся сделать обыск у Праховой. Обыск? Зачем? А сами вы не догадываетесь, Борис Семёнович? Нет. Так-таки ни малейшего представления не имеете. Ну, а если честно? Ну, что ж, может быть, поговорим о Праховой? О, Господи, а при чём здесь Праховой? Я не понимаю. Безобидная старушка. Вчера у Праховой побывал тот самый шантажист. Они долго беседовали. Это раз. Этого человека вы узнаёте? Чистодел. Как видите, он тоже побывал у неё. Дверь открывала Настя. А это чистодел в ночь после визита к Праховой. Господи, что же они с ним сделали? Да. Хорошо. Да. Войдите. Хорошо, хорошо. Я проверю. Товарищ Петрухин. Да, да. Здравствуйте. Можно на несколько минут? Чем могу? Вот товарищ из Мура. День добрый. Старший инспектор Томин. Петрухин. Прошу. Надьёс. Слушаю вас. Мы разыскиваем одного очень опасного преступника. Возможно, даже, что он совершил убийство. Собака взяла его след, привела в окрестности аэропорта. Но здесь след, естественно, затерялся. Да, у нас людно. Да. Да. Позвоните позже. Да, я занят. Рад бы вам помочь, но чем? Это ведь, кажется, в вашей епархии. Мы сделали, что могли. Все помещения прочесаны. Фотографию показывали девушкам в кафе, в кассах. Никто не помнит. Да. Я думаю, что он улетел и, вероятно, хабаровским рейсом. Но мог и другим. Хабаровских рейсов вчера вечером было два. 27-й и 25-й. Один скоро пойдет в Хабаровске на посадку, а другой часом позже. Сегодня был рейс номер один, 58 минут тому назад. Да, мне об этом говорили. Беда в том, что мы ничего не знаем, мы можем только предполагать. Преступник мог явиться сюда ночью, сходу купить билет и улететь куда угодно. Но он мог и не достать билет, но и вернуться обратно в город. Да, в городе розыск идет, его приметы известны. Но он может сейчас находиться в воздухе. Вот на этот случай мы обращаемся к вам за помощью. Слушаю. Скажите, связь с самолетами в воздухе поддерживает ваша служба? Да. Если я дам точное описание примет преступника, вы можете одновременно связаться в воздухе со всеми машинами? Разумеется. И циркулярно прочтем ваше сообщение. Да. И попросить стюардесс пройти по салонам и посмотреть на пассажиров. Можно? Куда деваться, раз такое дело. Диспетчер, диспетчер, немедленно подготовьте циркулярную связь со всеми машинами в воздухе. Сколько вам было лет, когда умерла ваша мать, Борис Семенович? Пятнадцать. И с тех пор Прахова поила, кормила и обучала вас уму-разуму? И вам никогда не хотелось вырваться из-под ее опеки? Ведь вы не питали к ней теплых чувств. Ну, почему же? Да иначе и быть не могло. Когда вы обмолвились, что они слишком сильно любили мать, я сначала не понял. Потом стал соображать. Я представил себе парнишку, у которого мать живет в кухарках за харчей и обноски. Представил вас в школе, во дворе. Вечный мальчик на побегушках при какой-то дикой старухе. Ну что, вы благодарны Праховой за то, как она устроила вашу судьбу? Неужели вы так хотели прожить свою жизнь и вот так вот закончить? Оставим это. Что вам моя судьба? А ведь хочется выдать безобидную старушку, а? Уверен, что хочется? Только что-то удерживает. Может, мелкий расчет. Дескать, я буду сидеть, а она, может быть, посылочку пришлет. Да пропади она пропадом. Пишите. Пишите, пока не передумал. Бельгийский Браунинг. Это ваш? А вы думаете, он настоящий? Конечно, с оружием я как-нибудь знаком. Боже мой, как это любопытно. Я всегда считала, что это зажигалка. Правда, мы с Настей не курим, но я хранила его как память о моем первом, втором, первом... Ой, они так заморочили голову, я не помню, о каком мужу. Зина. Да? На минутку. Зинаида Янова наш эксперт. Вот Антонина Валерьяновна утверждает, что принимала Браунинг за игрушку. Что скажешь? Я его осматривала. Находится в отличном состоянии, смазывался дни десять тому назад. И я даже знаю место на обойме, где наверняка сохранились отпечатки пальцев того, кто это делал. Рассказывается любопытно. Весьма любопытно. Но я ничего не поняла. Не взялись сначала и немножко помедленнее. Пожалуйста. Спасибо, Зина. Нет, почему же? Достаточно, Антонина Валерьяновна. Посмотри внимательно и в том углу. Антонина Валерьяновна, не можете ли вы мне сказать, зачем к вам приходил этот человек? Он приносил Борису десять рублей. Так. А этот? Такая скверная фотография лица, не разбеременькая. Фотографии достаточно четко. Да? Настя, вы разрешите? Настя, милая. Настя, милая. Ты узнаешь этого человека? Да первый раз вижу. Вот и я говорю тоже, первый раз вижу. Антонина Валерьяновна, совершенно точно известно, что он пробыл вчера у вас в течение двух часов. Вот это он при входе, а это при выходе от вас. Любопытно. Дверь, как видите, открывала Настя. Там даже проставлено время. Вы знаете, он в жизни гораздо красивее. И морщин не видно, и потом блеск... Так кто он и с какой целью вас навещал? Мне кажется, что вы задаете мне нескромные вопросы. Ну, такая работа. Как у каждой женщины. У меня могут быть свои тайны. А вы, следователь, вы должны быть психологом. Как Порфирий Петрович Федора Достоевского. Вы читали преступление и наказание Федора Достоевского? Да, конечно. По-моему, это неудобно так в лоб спрашивать даму, с какой целью ее посвящал мужчина. Да, вам не откажешь в находчивости. Но я надеюсь, вы не ждете, что я приму ваше объяснение всерьез. А вы считаете, что я так стара? Вы просто нелюбезный с дамой, голубчик. Ой, это я должна принимать гомеопатию. Вы не видели? Коробочки мои. Три длинные и две квадратные. Знаете, вы так все у меня перерыли, что я-то теперь даже ничего и не найду. Не знаю. Настя, где короба? Павел Павлович, тайник. Понятых, прошу поближе. Зачем вы ковыряете паркет? Сидите. Неужели золото? Шлих, Павел Павлович. Так, вот мы и добрались до сути дела. Откуда у вас золотой песок, Антонина Валерьяновна? Его приобрел мой покойный муж. На который по счету? Второй. На третий. Второй, третий. Когда я волнуюсь, я их путаю. И вы его хранили тоже, как память? Ну, мало ли, про черный день. Павел Павлович, еще тайник. Золото похищено с приисков. Кто его вам продал? Моему мужу. Значит, оно у вас давно? Ну, разумеется. Зина. Да. Можно ли установить, когда добыто золото? Много лет назад или недавно? Даже очень легко. Спасибо. Ну, что ж, Антонина Валерьяновна, может, шутки в сторону? Поговорим серьезно. Я не понимаю, о чем вы. Не понимаю. Ну, что ж, тогда позвольте ознакомить вас с показаниями Бориса Миркина. Боря, Боря, Боренька, говорила я тебе. Пригрелась, бьёныша. Будьте вы все прокляты. Ненавижу вас. Не сомневаюсь. Но думаю, скоро вам предстоит отрадная встреча с героем вашего последнего романа. Хабаровск, Хабаровск, отвечайте. Отделение милиции аэропорта Хабаровск. Капитан Сергеев. Московский уголовный розыск майор Томин. Слушаю вас, товарищ Томин. В самолете Москва-Хабаровск, рейс номер один, находится особо опасный преступник. Он опознан стюардессой по приметам. Преступник занимает место номер 16В. 16В. Вам фотография передается одновременно по фототелеграфу. На одежде, возможно, имеются следы крови. Как поняли, отвечайте. Вас понял. Фотографию мне только что принесли. Вызываю бригаду на задержание. Как только привезут, сразу сообщу. Звоните дежурному по управлению. Сразу же вышлем конвой. Сергеев, как жизнь в Хабаровске? Нормально. А у вас? Тоже порядок. Все как надо. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой Честно жить не хочет Значит, с ними нам вести незримый бой Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи Если где-то человек попал в беду Мы поможем, мы все время на посту Ну а если вдруг кому-нибудь из нас Тоже станет туго Что ж друг друга выручали мы не раз И не раз согрела нас в тяжелый час Сердце, сердце друга Субтитры создавал DimaTorzok Значит, с ними нам вести незримый бой Так назначена судьбой для нас с тобой Служба дни и ночи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok